Всем привет! Вот, как видите, я прикупил вот такой цветной принтер Epson и теперь сделаю маленький видео обзор. Покажу, что входит в комплект, как заправляется краска, как запрограммировать данный принтер. Естественно, в конце попробуем мы что-нибудь отпечатывать. А теперь достаем с коробки и смотрим, вот как он выглядит. По весу совсем легкий, не тяжелый, маленький, достаточно удобный. В комплекте, как видим, есть провод для питания в сеть, инструкция и компакт для программирования для связи принтера с компьютером. Плюс в комплекте есть краска, две баночки черной краски, одна синей, одна желтой и розовой. Данный принтер привязывается к компьютеру при помощи провода. Данного провода в комплекте нету. При помощи Wi-Fi данный принтер не свяжешь. Как видим, сзади принтера есть вот такая полочка. В данную полочку в это место вставляется А4 формата чистая бумага. Спереди, как видим, принтера выдвигается вот такая полочка для поддержки бумаги. Через это отверстие, так скажем, через этот отсек выходит уже откопированная бумага. Потом есть вот такая дверка. Эту дверку, когда открываешь, можно обслуживать данный принтер. Например, если бумага заклинила, застряла, так вот через эту дверку можно ее достать. Потом вот эта коробочка, так скажем, на принтере, это емкость для краски. Как видим, в нижней части есть четыре окошка. Каждое окошко имеет черточки и по данным черточкам можно определить, сколько осталось краски в емкости. А теперь открываем вот эту крышечку, вот эти синие колпачки и будем заправлять краску. Итак, открываем бутылочку, начнем с черного цвета. На каждой бутылочке есть, так скажем, замок. Бутылку обворачиваем, слегка нажимаем на отверстие и больше ничего не делаем. Как видим, красиво заливается красочка в емкость. И так каждый цвет. И слышим, как текет краска. Краска будет течь до такой степени, пока не заправится емкость данным цветом. Потом автоматически остановится и все, заправлена емкость. Как видим, каждая бутылочка, каждый цвет имеет свою маркировку, так скажем, свой код. Черная краска, код БК, желтая Y, розовая M, синяя C. Так же сама есть эта же самая маркировка, чтобы мы не перепутали красок. И на принтере возле самих отверстий, где заливается краска. Итак, красочку всю залили, закрываем пробочки. Пробочки закрываем плотненько, нормально. Закрываем крышечку, подключаем принтер в сеть и делаем дальше вот такие процедуры. Включаем аппарат. Дальше нажимаем вот эту кнопочку и держим нажатой 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Как видим, пошла прокачка нашей краски. Сейчас краска закачается во все каналы, только тогда можно будет пользоваться данным принтером. Данная процедура где-то будет происходить 10 минут. Как видим, индикатор здесь перестал мергать. Главный индикатор, где включить-выключить кнопочка, начал не мергать, а светиться. Это говорит о том, что прокачка произошла успешно и она уже завершена. После того, как произошла прокачка, выключаем принтер. Мы вставили лист бумаги А4 формата. И сейчас будем проверять, или качественно копирует данный принтер. Дальше нажимаем вот эту кнопочку и затем кнопку включения, пока не начнет мергать индикатор. Когда индикатор начнет мергать, отпускаем ту кнопку и отпускаем эту. Как видим, начал печатывать наш принтер. Вот качество, печать и цвета. В принципе, все меня устраивает. Дальше надо прочистить принтероголовку. Значит, как это делается. Нажимаем данную кнопочку и удерживаем 5 секунд. Данная процедура производится где-то 3 минуты. Итак, подключил я данный принтер к компьютеру. Данный принтер подключается при помощи провода. Он без Wi-Fi. Инсталируется очень просто. Либо с компакта, вот этого, где дается в комплекте. Или просто подключаешь компьютер. На компьютере должен быть интернет. И просто нажимаешь обновить. И он сам скачивает программку, обновляет и устанавливает. И все. Буквально за 2 минуты. А теперь давайте попробуем откопировать данный рисунок. И посмотреть, как это выглядит. Вот, пожалуйста. Вот такая красота получилась. В принципе, очень легко и просто заинсталлировать, настроить данный принтер. По цене он недорогой. Копирует, как видите, хорошо, красиво. Ну, как-то так. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok